Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Широкая огласка и неравнодушие общества, кровавая расправа над лошадьми привлекла внимание всей страны. Депутаты региона вновь готовят отзыв в Госдуме про законопроект о QR-кодах, о чем теперь идет речь. Фильм «Путешествие в краевой столице» приступает к монтажу игровой ленты, снятой жителями двух Алтаев, о чем картина и попадет ли она на большой экран. Убийский скончался подросток после того, как покурил вейп. Еще две девушки попали в больницу. По данному факту, следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В деталях произошедшего уже разбираются правоохранительные органы. По данным следствия, днем 10 января этого года в гости к 17-летней жительнице города Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Две девушки были госпитализированы в центральную больницу Бийска, а вот 12-летнего мальчика спасти не удалось. Он скончался. Следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Назначены различные экспертизы. Так специалистам предстоит изучить состав курительной смеси. И, как сообщили в Краевом Минздраве, пострадавшие девочки госпитализированы в центральную городскую и детскую городскую больницы Бийска. Состояние совершеннолетней оценивают как удовлетворительное. Врачи уже отмечают положительную динамику. Состояние второй пациентки медики оценивают как стабильное. Ребенок в реанимации, но в ближайшее время планируется ее перевод в обычную палату. А следующий инцидент уже привлек к себе внимание всей страны. Накануне в Петропавловском районе расстреляли табун лошадей и взрослых особей, и жеребят. Наши корреспонденты сегодня работают в муниципалитете. Слово Артема Гусельникову. Именно здесь, между селами Солоновка и Камышенко, 9 января обнаружили более 50 убитых лошадей. Большинство из них – кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся животные. По предварительной версии, все они были убиты всего двумя выстрелами – под лопатку и под сердце. Также сейчас обсуждается несколько версий произошедшего. Месть, конкуренция и личный конфликт хозяина табуна. Сумма ущерба составила свыше 5 миллионов рублей. Инцидентом заинтересовались в Краевом парламенте и Министерстве сельского хозяйства края. Полицейские завели уголовное дело. Начальник Краевого ГУМВД Андрей Подолян взял его под личный контроль и поручил создать экспертную группу. В ее состав должны войти сотрудники уголовного розыска, следственного комитета и эксперты-криминалисты. Также к делу подключилась и прокуратура. Прокурор Петропавловского района Виталий Лебедев тоже взял дело на личный контроль. Помимо этого, им заинтересовались и в Госдуме. Как сообщает ведомство, сотрудники будут требовать отчет от Краевого МВД. Материалы с Петропавловского района и подробности трагедии расскажем завтра. К другой теме. Новый мост в Бийске планируют построить на зеленом клине между двумя уже существующими – коммунальным и понтонным – через реку Бию. Об этом рассказали власти города. Предполагается, что новое сооружение поможет снизить транспортную загруженность, пока старый коммунальный мост перекроют для ремонта. На него, кстати, выделено 150 миллионов рублей. А вот для строительства нового моста понадобятся миллиарды. Кроме того, подчеркивает глава Бийска Александр Студеникин, в администрации города учитывают, как меняется транспортная инфраструктура. В частности, в мэрии запроектировали кольцевую развязку на зеленом клине, и новый мост должен уже там стоять. Сейчас сооружение входит в перспективу плана развития города до 35-го года. И, по словам Студеникина, сейчас нужно вести изыскательные работы. Срок, когда мост может появиться, не называют. 300 лет исполнилось прокуратуре Российской Федерации. Этот праздник сегодня отмечают и в нашем регионе. Работники Алтайской прокуратуры только в прошедшем году добились восстановления прав более 11 тысяч человек. Об этом главный прокурор края Антон Герман накануне рассказал газете «Алтайская правда». Также в прошлом году удалось снизить задолженность по заработной плате в регионе. 3000 жителей края получили более 130 миллионов рублей, которые им задолжали работодатели. Почти 1000 дольщиков получили ключи от квартир в новостройках. Более 100 человек, которые жили в аварийных домах, смогли решить свой жилищный вопрос благодаря вмешательству прокуратуры. Еще одной головной болью для сотрудников ведомства часто становятся дистанционные мошенничества. В прошлом году динамика роста подобных преступлений составила 70%. Спорткомплекс «Обь» сохранит свой профиль. В этом заверил журналистов министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев. А вот кто в дальнейшем будет заниматься объектом, решит губернатор, сказал руководитель ведомства. Из вариантов, кто бы это мог быть – Краевое управление имущественных отношений или же само Министерство спорта региона. Никакого повода для беспокойства нет. Зашел партнер, который обладает гораздо большим ресурсом в сравнении с предыдущего. Но здесь, безусловно, решение будет за губернатором. Напомним, ранее стало известно, что 49% акций спорткомплекса «Обь» приобрел бизнесмен Евгений Ракшин. Однако основным собственником объекта остается Алтайский край, которому принадлежит 51% акций. Стоит отметить, что «Обь» ежедневно посещает больше 500 любителей плавать. Что касается профессиональных спортсменов, то в бассейне тренируются около тысячи пловцов разного возраста. Добавим также, что бассейн «Обь» является главным местом для тренировок спортсменов. 1 февраля в Барнауле официально откроется второй филиал больницы скорой медицинской помощи. Новое медучреждение появится благодаря объединению двух горбольниц – 11 и 12. Какие изменения ждут объединенные медучреждения и сколько потребуется времени на реализацию планов? В сюжете Софии Ценко. Тошноты нет? Нет, сразу после операции исчезла тошнота. Исчезла тошнота? Да. Теперь врачи этой больницы смогут помочь еще большему количеству пациентов. Два медучреждения объединили в одно многопрофильное. Бывшие 11 и 12 горбольницы станут больницей скорой медицинской помощи номер два. Здесь будут оказывать экстренную помощь не только барнаульцам, но и жителям Новоалтайска, Первомайского, Павловского и Шилоболихинского районов. Это будет большой объем работы и круглосуточно работать 7 дней в неделю – это, конечно же, будет такой большой поток, большой объем. Несмотря на большой поток и объем экстренно оказывающий оказывание помощи больным, от плановой помощи, конечно же, мы не откажемся. И плановая помощь будет тоже пациентам оказываться. Та, которая выполнялась всегда все эти годы. Решение открытия второй больницы скорой помощи появилось из-за того, что индустриальный район Барнаула за последние годы сильно вырос. Чтобы медики успевали быстро реагировать, решено было создать второй филиал такого профиля. Больницы планируют соединить новым семиэтажным корпусом. Он будет включать большой операционный блок и новые отделения, в том числе кардиологическое. Сочетание сосудистой хирургии и мини-инвазивных внутрисосудистых вмешательств, которые будут использованы как в экстренной хирургии, это современные технологии, новейшие, так и у пациентов с инсультами геморрагическими. То есть это и нейрохирургические операции. То есть здесь планируется делать полноценный такой центр нейрососудистый, где будут пациентов не только консервативно лечить, но и вмешательство хирургического эндоваскулярного плана. На сегодняшний день здесь работают сразу несколько отделений от неврологического до урологического. Вместительностью около 800 коек, не считая ковидного госпиталя. Планируют расширить до 1300 мест. Кроме того, медучреждение уже включает уникальные методики лечения, которые со временем только расширят. Комплекс для дистанционного дробления камней почек и мочеточников – это лазерный литотриптор, которым мы приобрели год назад. Уникальная установка для дробления камней и удаления опухолей мочеводящих путей. И еще одна из методик, которую мы внедряем за последнее время – это биполярная резекция аденомопрестательной железы. Причем мы планируем со временем, в ближайший, наверное, год, перейти на полностью эндоскопическое лечение больных с данной патологией. На реализацию многочисленных планов, по словам врачей, уйдет порядка пяти лет. Строительные и ремонтные работы имеющихся корпусов начнутся уже в этом году. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком. Завтра в Алтайском парламенте завершат голосование за перечень изменений в законопроект о QR-кодах в общественных местах. В декабре 2021 года в Москве прошло первое чтение проекта. Эти предложения будут учитывать перед вторым чтением. Мы пообщались с одним из депутатов ОКЗС Иваном Мордовиным о том, что именно сейчас рассматривают законотворцы и меняются ли настроения в обществе из-за довольно резонансного законопроекта. Мы считаем, что нужно расширить перечень категории лиц, которые могут получать QR-коды. То есть не только те, кто переболели, кто вакцинировались, кто имеет отвод по медицинским показаниям, но и тот, кто, условно говоря, переболел и имеет высокий уровень антител. Нужно действительно им дать возможность тоже посещать эти массовые мероприятия, и их права должны быть тоже защищены и учитываться. Есть важный вопрос, еще связанный с ограничением использования ПЦР-теста. Считаем, что нужно убрать это ограничение и оставить возможность тому гражданину, который хочет сделать ПЦР-тест, получить отрицательный результат и пройти на какое-то массовое мероприятие. Есть вопросы к перечню мест. Тоже есть, так скажем, разные подходы, разные взгляды. А, собственно, какие учреждения, какие организации, либо какие мероприятия, так сказать, считать массовыми, не массовые. Мы считаем, что на федеральном уровне все-таки должен быть выработан единый критерий. Сегодня, опять же, закон так сформулирован, что могут быть разные сроки действия QR-кода для тех, кто, например, переболел и тех, кто привился. Мы считаем, что все-таки QR-кода должен быть единый срок. Опять же, это вот в интересах всей жизни, в интересах того, чтобы все-таки права не были, так скажем, ограничены. Поскольку волнение мы видим, да, оно действительно есть, есть к нам обращение для того, чтобы все-таки права максимальным образом защитить всех. Мы вот такие поправки, мы, так скажем, даже на них настаиваем, потому что мы их направляли и к первому чтению, мы сейчас уже ко второму чтению их сформулировали. Ну и надеемся, что Государственная Дума нас услышит. Тем более, что у нас есть, кстати говоря, надежда на то, что они действительно будут услышаны и рассмотрены. Еще и связаны с тем, что уже постановление есть Государственной Думы, которое сопровождало вот этот панопроект ко второму чтению, где уже тоже перекликаются эти темы с нашими, так скажем, поправками. То есть и депутаты Государственной Думы в целом озабочены и также думают над этими проблемами, о которых я сказал. На этой неделе в Барнауле очистят сразу 174 дорожных объекта самой Краевой столицы и пригорода. Так, с начала недели на борьбу со снегом вышло 88 единиц техники и 117 дорожных рабочих. Пока они вручную чистят подходы к пешеходным переходам, остановке общественного транспорта и лестничные марши, технику отправляют на более масштабные задачи. Только за новогодние праздники в Барнауле вывезли около 35 тысяч кубометров снега. Общий объем с начала зимнего сезона составляет почти 275 тысяч кубометров. Кроме того, в мэрию продолжают еженедельно опубликовать план очистки. Так, завтра в Барнауле вывезут снег более чем с 20 участков, очистят проезжие части, внутриквартальные проезды, уберут снег с обочин, а еще удалять снежные валы с помощью тяжелой техники. Ознакомиться с общим расписанием можно на сайте администрации. Рабочая неделя стартовала, вместе с ней депрессия, но не у всех. Мы спросили у барнаульцев, каково это вернуться в офис и даже узнали, как это сделать легко. Я всегда на работе. А вы кем работаете? Охрана. Тяжело, не тяжело возвращаться? Тяжело маленько, тяжело. Как справляешься с этим? Беру себя в руки. Ну, тяжеловато, но я привык уже. Было очень непривычно. А как справляешься? Кофе пьешь, зарядку делаешь? Ну, я сейчас на тренировку еду, кофе я не пью. Супер. Тяжело? Нет, легко. А как это? Ну, мы студенты. Вы вообще не работаете? Вообще не работаем. Как справляемся? Ну, сложно в принципе совмещать работу, еще бы и собственный проект. Вернуться в рабочий ритм спустя столько дней выходных. Тяжело? А я на пенсии. Хочу сделать вам комплименты, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Тяжело, конечно. Конечно. Ну, ничего. Раскачиваемся потихонечку. Ну, я же отдыхал хорошо. Пять дней. Вот силу набрал и все, начал работать. Тяжело, не тяжело? Тяжело. А почему? Отдыхать долго вредно. А как справляетесь? Работаем. Очень даже замечательно. Можно и 20 отдохнуть. Если есть, на что? Тяжело же после оливье и до селедочки. А, ну, как? Ну, тяжело. Ничего страшного. А что делаете? Для легкости? Ничего. Пришли домой. В частном, всех, кто режет снежочек, раскинуло. Все нормально, все прекрасно. Шикарная природа горного Алтая, известные актеры и начинающая молодежь. Молодежный центр кинематографии «Края» снял короткометражное кино. Лента называется «Домой» и это первый игровой фильм центра за пять лет его существования. До окончания работы над лентой еще несколько месяцев, но о ней уже пишут и говорят и не только в соцсетях. Это кадры так называемого бэкстейджа будущего фильма. То, как, собственно, его снимали. Место границы Алтайского края, республики Алтай, декабрь месяц, главные роли у известного актера из Горного Нагона Шумарова и юной Лены Брынцевой, студентки Института культуры. О чем кино? Ну, как у нас Степа Демидов говорит, бродил, дед по дорогам региона бродил. Ну, и вообще фильм о семейных ценностях. Там есть отношения отца и деда, и отца и дочери. У них свои какие-то взаимоотношения. Ну, и при этом мы выбрали такой жанр, который позволяет, с одной стороны, показать нам красоты Алтая, во второй, с другой стороны, это очень динамичный жанр, роуд-муви. Иными словами, фильм-путешествие. Если помните «Мертвеца Джармуша», так вот что-то похожее, говорит Дмитрий. В съемочной группе профессионалов единицы. Большая часть знала, как снимать для телевидения, а вот кино, да еще и игровое было впервые. Мы хотели вообще этим проектом подготовить молодую съемочную группу ассистентов режиссеров, звукооператоров, непосредственно операторов, потому что у нас нет киношных операторов. У нас было очень много молодежи из кафедры фото- и видеотворчества, колледжа культуры. Мы давно сотрудничаем с этим учебным заведением. Практики очень мало у них, и для них это был бесценный, конечно, опыт. Кстати, создатели говорят о некой магии горного Алтая. Буквально все сопутствовало съемочному процессу. Температура в декабре минус два, отсутствие снегопадов, природа, по сути, служила художником-постановщиком фильма. Для каждой сцены был свой свет. Надо солнце? Пожалуйста, солнце. Не надо солнце? Нет солнца. За две недели до съемок, когда мы назначили уже все даты съемочные, прогноз погоды был неутешительный. Минус 15, минус 17 днем. Мы, конечно, были немного в шоке. Ну, а куда деваться, все равно будем снимать. За неделю погода поменялась, и все. Я вот хотел сказать про профессионалов. Нам очень повезло. Вообще, нас спрашивают, почему действительно у вас главные герои, там, алтайские актеры. Ну, потому что вот как раз пластика актера из республики Алтай, она очень сильно отличается. Она очень естественна в этой среде. Многих волнует, откуда средства на фильм. Так вот, молодежный центр кинематографии выиграл грант. Его часть пошла на съемки, а вот на постпродакшн деньги придется искать. Ленту только начали монтировать, и готова она будет не раньше мая. А уже потом ее повезут по фестивалям. Создатели хотят, чтобы короткометражка попала на большой экран. А это значит в киноальманах. А еще есть мечты, чтобы снимать больше фильмов. Если бы региональное министерство культуры поддержало, говорят режиссеры, не имея в виду финансы, у алтайского кино могло появиться будущее. Ведь идей достаточно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайские муниципалитеты будут сами решать, проводить крещенские купания или нет. Об этом сообщает в правительстве края. Напомним, в регионе по-прежнему действует временный запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. В прошлом году некоторые муниципалитеты отказались обустраивать купель именно из-за угрозы распространения COVID-19. В этом году традиционные обряды могут пройти ровно через неделю. Вероятно, в ближайшее время администрации городов и сел Алтайского края озвучат свое решение. В частности, в Бийске уже заявили, что проводить крещение будут. Местный лед уже проверили. Позже в МЧС должны представить информацию об официально открытых купелях в крае. Отметим, что власти Бурнаула должны в ближайшее время сообщить, состоятся ли крещенские купания в краевой столице или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok